Всем привет, Данкер 281 и как обещал рассмотреть именно вопрос хотелось бы с добавлением вот этого вот оружия вот к этому персонажу нашему армия мэн итак давайте рассматривать так имеем персонажа есть автомат есть магазин и есть пуля пуля для чего нужна если вы будете делать анимацию допустим со стрельбой то делайте анимацию пуля она вылетает допустим до стены до персонажа там чтобы кровь какие-то эффекты от нее создавались вот для этого ее можно вставить в принципе пока вы будете делать анимацию она вам будет возможно только мешать так что ее можно добавить уже просто потом на какой-то на каком-то кадре добавить уже именно в анимацию прописать ее там добавить ей косточку и как тут все устроено у автомата своя кость как она вставляется именно жмете добавить и находите арматура и одна кость делаете допустим с g и подставляете ее уже автомату а потом когда будете связывать все эти косточки вот с этими частями отдельно выбираем автомат отдельно выбираем косточку и отдельно жмем control пи с автоматическими весами то же самое делаем с персонажем выбираем персонаж потом косточки через shift и делаем control пи sub tool и машин делить удалить можно косточку ну давайте рассмотрим как теперь все это дело работает именно в пост мод выбираем все косточки вот так вот или shift именно только кости если вы какую-то не выберете то с этой деталью вы анимацию уже не сделаете заходим в режим позы вот теперь мы на какую косточку не нажмем она у нас будет рабочая ну и как все это дело происходит отдельно жмем на косточку с автоматом жмем g подставляем здесь крутим вертим я по быстренькому объясню без конечного уже результата так вот теперь можно эту перекручивать подставлять допустим g на плечо как-то еще тут выставлять ее вот таким вот образом немножко r немножко g английскую и вот здесь вот вы его где-то допустим ставите следом выбирайте кость именно персонажа руки жмете g подгоняете r перекручиваете опять же r перекручиваете g опять же можно подогнать курку загнуть вот этот палец жмете английскую и загибаете фаланги и вставляете все это дело в курок конечно надо все это дело ровное было чтобы палец не ломался вот это так и выбираем косточку руки жмем g и вставляем уже именно где у нас находится курок ну а эту руку уже подставляем допустим автомату снизу это что-то перекручиваем сверху смотрим перекручиваем G подгоняем к автомату ну и опять же крутим вертим без этого никак не забываем опять по пальце выбираем вот так вот фаланги по брикам и жмем английскую R подгибаем выбираем опять фаланги вот эти вот верхние ну и опять же R загибаем регулируем и этот палец тоже чтобы он охватывал именно цевьё ну руки конечно надо тоже чтобы они поровней тут были без изломов всяких вот такая штука ну и вот эти пальцы тоже также можно подзагнуть выбираем фаланги через шип зажатый жмем английскую R жмем опять же на фаланги и жмем английскую R ну вот уже что-то в таком духе ну опять же не забываем все это дело поправлять если вдруг где-то они криво пошли вот так ну и смотрим где-то может припустить их где-то приподнять вот так вот ну все соблюдаем анатомию ну также можно голову двигать и вставлять вот этот магазин G так косточка у меня не привязалась поправляем заходим в объектный режим выбираем сначала магазин потом косточку в нем ctrl-p с автоматическими весами выбираем только косточки перешив зажатый вот так и заходим опять в POS MODE выбираем магазин косточку в нем ближе чуть-чуть подведем поставим ей видимость спереди ну и где-то допустим в подсумок вы засовываете как-то вот таким вот образом этого персонажа прописываем а и положение вращения теперь выбираем допустим руку жмем G корректируем выкручиваем чтобы она ровно была так уводим теперь G подальше и чтобы взять магазин вот вот этот магазин нужно конечно сделать полностью обхват пальцами как-то тут все поправить чтобы более-менее было живенько ну а теперь выбираем вот эту кость кисти и через shift кость магазина жмем G и вот так вот можно вставить это дело в автомат ну вот опять же следим чтобы было как-то все это дело удобно установлено так вот сюда все выравнивается детали теперь больше и нужно за ними смотреть выбираем опять косточку так сначала выравним просто кисть G и опять к магазину выбираем и косточку руки и косточку магазина и жмем G и вставляем все это дело в автомат G и вот так вот индючим ну и конечно же опять же это все дело прописываем положение и вращение G я забыл первый кадр прописать вот так этот сюда поставим ну а этот уже пропишем без магазина магазин уберем G в подсумок назад ну а этому персонажу поставим руку вот именно на курок ну опять же здесь вот бывает что плоховато видно как она где перехлёстывает нужно периодически отключать кости и смотреть где стал у вас палец если что его можно подправить где-то что-то как-то перекрутить подвести вперед вот так ну и смотрим опять без костей получается ну уже более менее ну опять же с этим пальцем теперь вы видите где он находится нужно выделить все косточки и этот палец конечно же убрать за автомат ну и там его конечно тоже подправить смотрим что да как теперь английское уводим вот в эту сторону чтобы ничего тут не ломалось внимательно словом ну вот таким вот образом он держит автомат теперь прописываем А и положение вращения ну и смотрим нашу короткую анимацию вот такая штука добавим теперь промежуточный вот этот кадр который не прописался выбираем кость выбираем магазин уводим G вниз выравниваем магазин G по руке ровно его устанавливаем чтобы рука его ровно взяла вот так смотрим что да как вот берет рука магазин и ставим А и положение вращения смотрим что да как на первом кадре можно G чтобы вот на первом кадре можно G магазин был в подсумке опять же приблизительно и переписать А и положение вращения ну смотрим что получилось вот он тянется за магазином берет и вставляет его в автомат ну и раз пошла такая пьянка давайте еще один кадр сделаем G руку ставим уже на курок и прописываем А и положение вращения вот он лезет за магазином вставляет и тут дальше пошло передергивает автомат и пошла поза и так далее я надеюсь принцип понятен опять же это все не быстро процесс тут долгий каждую позу каждое движение прописать каждый вот этот момент уловить ну интересно так теперь что давайте рассмотрим еще один вариант так этот вариант именно с разными саптулами мешами и вот кости тоже отдельные вот эти косточки все вставляются через добавить арматура по отдельности вот такой фраерок я его тоже немножко переделал каску сделал побольше пальцы побольше тут чуть-чуть отшаманил с гранатами добавил вот эти вот держаки вот эти которые отрываются предохранители и как выглядит тут этот персонаж он состоит он цельный это вот для игр рекомендую делать один меш вот этот ну и принцип тут работает точно точно так же только кости вставляются вот таким вот образом как вот у цельному персонажу табуляция и вот вы сделали полностью персонажа но у вас есть еще автомат и магазин привязываете вы выделяете косточку жмете е и вот вот от этого вот рига берете кость control p очистить родителя g и вот вы его можете привязывать уже этому персонажу чтобы это тоже риг был цельный ну как и персонаж с деталями цельными и вот вы можете привязывать уже устанавливать вот эту косточку допустим с делаете поменьше и это будет если у вас есть конечно затвор вот вы его можете подставить к затвору вот эту косточку g можете поднять повыше это будет центральная и к центральной косточке будет привязана косточка курка косточка именно затвора и еще каких-нибудь там деталей причиндал как это все связывается это кость центральная вот к ней выделяем вот эту косточку ну допустим больше давайте рассмотрим shift d это вот будет допустим s r g это вот будет курок это вот будет g вот этот затвор входить выбираем сначала вот эти косточки и через shift в конце уже вот эту кость и жмем control и сохранение взаимного расположения теперь будет в анимации вот такая штука объектный режим так обуляция вот эту косточку g можно где-то вот сюда посадить вот так эти подправить будет делать анимацию давайте рассмотрим выберем кости и посмотрим в принципе как это все работает режим позы так у меня нет отдельного и затвора так что будет все тянутся выбираем эту косточку g вы видите что тянется вот так вот если он привяжется эта косточка именно затвору то будет затвор двигаться туда сюда можно будет перезаряжать так и с курком будет дело обстоять R вы можете его так вот крутить вертеть отдельно ну автомат будет полностью все эти детали за собой передвигать вот такая штука так ну словом как мог так объяснил также можно добавлять гранаты отдельные сюда саптулы и вот чтобы он их брал и бросал срывает отсюда и кидает ну вот такой простой риг для оружия и персонажа все всем пока до свидания